Я ходила, ура, я получила диплом, да-да-дам! Всем привет, мои хорошие, с вами Акеймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами мукбанг, это тефтельки собственного приготовления, то есть это не покупное. Рецепт, как всегда, будет в инфобоксе и на тефтельке, и на вот этот вот салат, который называется нежный, он просто обалденный. Рецепт этого салата мы нашли в интернете, подумали приготовить самим, и нам настолько понравилось, что я решила для Айкука тоже снять, точнее, я собиралась этот салат просто для мукбанга, а потом я подумала, почему бы не заснять это все еще и на Айкук. Легкий салат на Новый год. Здесь у меня 9 тефтелек, давайте начнем, ой-ой-ой. Вкуснотища просто, просто вкуснотища. Вот так вот выглядит. Сегодня встала в 6, представляете, в 6. Странно, что человек, который не работает, точнее, сейчас находится в отпуске, встает в 6. Я просто хотела снять мукбанг с тефтельками, когда они прям, ну, горячие, теплые хотя бы. У меня сегодня по делам, насчет документов, я вам рассказывала про это. И по делам мне где-то в обед. Я подумала, что покушаю сначала. Сниму мукбанг, потом пойду по своим делам. Чтобы снять мукбанг, нужно что-то приготовить. А просто так готовить мама уже не хочет. Мама хочет снимать. А съемка, это занимает много времени. Поэтому пришлось встать настолько рано. Если просто приготовить такое блюдо, вы потратите, например, час. Если вы будете еще и снимать, составлять текст, что ты будешь говорить, на какой минуте. Плюс еще такой момент, что монтирую-то я, несмотря на то, что мама готовит. Что, где говорить, решает мама. Просто пока она стесняется, сама озвучивать. Как только стеснение пройдет, она будет сама заниматься своими видео. Тевтельки просто огромные получились. Но, несмотря на это, они внутри абсолютно готовы. Очень вкусно. Подлива между тевтельками обалденная просто. И хорошо, что они прям не разваливаются. То есть вот, отлично. Готовилось это все в духовке. Ровно час при температуре 200 градусов. Также мне сложно было сегодня рано встать, потому что вчера я смотрела сериал R.J.R. Кто тоже смотрит, ставьте лайк. Это ветряный турецкий сериал, который выходит один раз в неделю в пятницу. И появляется он в Ютубе где-то в 12 часов ночи в пятницу. Это после премьеры в телевизоре, да? Мне просто неохота искать этот канал. Целый час ждать рекламу. Поэтому я сразу смотрю на Ютубе. И одна серия для внимания длится два с половиной часа. Поэтому вчера я уснула очень поздно. Всегда, когда выходит сериал, я засыпаю где-то в три. Вообще, знаете, не люблю сериалы, но это исключение. Мне просто такое бывает, что я целый день, например, сплю. А потом на следующий день я могу всего три часа спать. То есть у меня график такой очень странный. И при этом я себя замечательно чувствую. Вот сейчас я абсолютно не хочу спать. Хотя спала всего три часа. Но я уверена, что вечером я где-то в девять лягу, а потом проснусь завтра в двенадцать. То есть для меня это норма. Один день туда-сюда, главное, потом я высыпаюсь. я знаю, вы будете писать подъезд из общей тарелки и так далее. Но, блин, не люблю я перекладывать в тарелку. Так вкуснее. еще я люблю есть из сковородки. Особенно яичницу. Не потому, что не надо посуду мыть, а просто так вкуснее. Ребята, я очень извиняюсь, когда я путаю баранину и ковядину. Для меня мясо это просто мясо. Здесь тевтельки приготовлены из свежей телятины, нежнейшей телятины. Но иногда я путаю и говорю баранину. Так было с голубцами. Люди это заметили. И мама начала на меня наезжать. Какая здесь баранина! Это телятина. Для меня мясо это мясо, я не знаю. Я могу подключить куриное мясо. А все остальное для меня плюс-минус одно и то же. Тевтельки просто огромные. Я просто съем столько, сколько хочу. Сколько смогу наедаться, заставлять себя я не буду. И давайте немножко поотвечаю на ваши интересные вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Кто не знает, то я ставлю обязательно пост перед тем, как начинаю снимать мукбанг в своем инстаграме, о том, что вы мне задали вопросы, на которые я бы могла порассуждать в видео. Мне кажется, так и интереснее для вас, потому что вы тоже участвуете в моем видео. Вопросов очень много. Твои цели на 2020 год? Можно, кстати, на эту тему порассуждать. Вообще, я планировала снять отдельное видео о том, что получилось, что не получилось в этом году. не могу сказать, что этот год для меня был супер каким-то продуктивным. Я очень хотела в этом году 100 тысяч подписчиков, но, к сожалению, это у меня не получилось. Вот. Также в этом году я получила диплом, но не могу сказать, знаете, прям я так обрадовалась этому диплому. Я ходила ура, я получила диплом, да, да, да. Может, это связано с тем, что я уже работала, мне пришлось даже отпроситься с работы, чтобы пойти за дипломом. Там куча мороки, проблемы. Для меня, естественно, это просто картонка. она по большому счету ничего не значит. У нас в университете была девочка, она всегда говорила фут, сразу видно, необразованная. То есть те люди, которые учились в университете, они как-то отличаются от тех, которые в университете не учились. На самом деле я считаю, что это полнейшая чушь. Делить людей по такому принципу пытаюсь вспомнить, что же еще интересного произошло со мной до 2019 год. Самое интересное это, конечно же, в карьере и на ютубе и на работе. Просто знаете, этот год был нереально успешным для меня в плане именно карьеры на работе. Я никогда не думала, что я буду работать в этой сфере. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Тифтельки были нереально вкусные. Просто здесь очень много. Я наелась. Доставлять себя не буду. Салатик тоже очень вкусный. Обязательно переходите в инфобоксе и смотрите рецепт, если вам интересно. также обязательно пишите идеи новых видео. На этом все. Желаю вам удачного дня, приятного аппетита. С вами Байка Эмили. Всем пока.